Друзья, уже в конце мая выходит новое обновление торговли оружием и вам по-любому понадобится игровая валюта на покупку всего самого лучшего из этого DLC. Купить накрутку на ПК и по С4 вы можете в моей группе по прокачке по самым низким ценам. Работаем уже около двух лет, на сене около 500 отзывов, все делаем безумно быстро и крайне качественно, поэтому ссылка на мою группу будет в описании под роликом, ну а вам я желаю приятного просмотра. Ватсап мои дорогие друзья, с вами я Трипал и в сегодняшнем видеоролике я хочу провести полное сравнение трех лучших бронированных автомобилей в GTA V Online, а именно Дюко Дефа, Курумы и Инсургента. Всего у нас будет 5 тестов, первый тест на скорость, второй тест на мощность, третий так скажем на пулепрошиваемость, четвертый на бронепробиваемость и пятый на возможности стрельбы из этих автомобилей. Поэтому друзья, сразу же не забудьте влепить этому ролику ваш смачный лайк и как только под ним наберется 700 больших пальчиков вверх, я сразу же пойду записывать новенький видосик специально для вас, так что прямо сейчас быстренько ставьте лайк, ну и давайте начнем. Итак, первый тест у нас на скорость и сравнивать все это дело мы будем в аэропорту в дисциплине дрэк рейсинг. Сразу же хочу сказать, что все тачки полностью прокачены, поэтому этот тест максимально честный. Ну что, машина готова к старту, поэтому погнали. Итак, максимальную скорость показал Дюко Дэв, который занял первое место, несмотря на крутое ускорение Курумы и Инсургента. Второе место досталось Куруме благодаря улучшенной тяге и спортивному спойлеру, а вот Инсургент оказался самым медленным и приехал последним. В общем, друзья, как-то так, ну а мы идем дальше. Второе сравнение у нас будет на мощность автомобилей и в принципе давайте приступим. Итак, прямо сейчас мы узнаем, кто мощнее среди Курумы и бронированного Дюка. Лично я буду сидеть в Дюке, а мой друг в Куруме. Суть теста заключается в том, что та машина, которая повезет другую тачку на себе, будет являться более мощной. Итак, раз, два, три. Погнали! Как мы видим, Дюк без каких-либо проблем расправился с Курумой и теперь давайте сравним его с Инсургентом. Но вот здесь уже реально интересно и в итоге все же победил Инсургент. Поэтому первое место в тесте на мощность занимает именно он, второе место занимает Дюко Дэв, ну и третье, соответственно, Курума. Следующий же тест у нас на пулепрошиваемость и здесь в принципе без каких-либо трудностей можно выявить победителя и это будет Курума. Чтобы убить человека, сидящего в ней, придется очень сильно попотеть. А вот в Дюке это сделать намного проще, но все же также довольно-таки трудновато. А вот самым пулепрошиваемым транспортом у нас оказался Инсургент. У него самые большие стекла, через которые убить водителя не составляет никаких проблем. Зато в этом есть и выгода, о которой я расскажу чуть попозже. В общем, ребят, как-то так, в этом тесте побеждает Курума, ну а мы переходим дальше. Четвертый тест у нас на бронепробиваемость и тут в принципе все очевидно. Курума является самой хрупкой и взрывается от первого выстрела с РПГ. Бронированный Дюк же в свою очередь выдерживает с легкостью первый выстрел и только на второй взрывается. А если в нем будет кто-то сидеть, то тачка становится еще крепче и взрывается только с третьего выстрела РПГ. Ну а Инсургент, соответственно, является самым прочным автомобилем и взрывается с мать его пятого выстрела РПГ. Поэтому, друзья, в этом тесте безоговорочно побеждает Инсургент, а проигрывает Курума. Ну и последний пятый тест связан с возможностями стрельбы из этих автомобилей. Хуже всего здесь себя показывает бронированный Дюк, из которого мало того, что нельзя кидать гранаты, бомбы, липучки, мины и так далее, так еще и с обычных пистолетов-пулеметов вы не можете стрелять никуда, кроме как вперед перед собой и справа от себя. Курума же будет немного получше. Из нее также нельзя кидать гранаты, но зато стрельба из пистолетов-пулеметов намного более обширная и стрелять вы можете куда угодно, кроме небольшого участка сзади. Ну и как я и говорил, большие стекла у Инсургента это очень круто для стрельбы. Помимо того, что вы можете стрелять куда угодно, хоть вверх, хоть вниз, хоть влево, хоть вправо, так еще и вы можете кидать гранаты, бомбы, липучки, мины и тому подобное прямо из этого автомобиля в ваших противников. Поэтому в этом тесте побеждает Инсургент и по итогам сравнения хочу сказать, что если вам нужна чисто супер крепкая тачка, на которой вам хочется кромсать всех игроков в онлайн сессиях, то я вам безоговорочно посоветую именно Инсургент. Но если вам хочется что-то более хрупкое, быстрое и маневренное, то я предлагаю взять вам Куруму. Ну и соответственно для тех, кто ищет золотую середину между Инсургентом и Курумой, я с радостью посоветую именно Дюку Дев. Ну а на этом друзья у меня все, пишите свое мнение по поводу этих автомобилей в комментариях, также не забудьте подписаться на канал и поставить большой палец вверх под этим роликом. И опять же напоминаю, как только под этим роликом наберется 700 лайков, я сразу же пойду записывать новый видосик специально для вас. Также не забывайте про мою группу по прокачке накрутки, ваших персонажей на ПК и по С4 без переноса по самым низким ценам. Ну а на этом друзья уже точно все, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok